В Алматинской области завершилась многодневная гонка караванов ЖТСУ Арбаба и Гесе. Это первые в стране соревнования на арбе, запряженные лошадьми. Проводились они при поддержке Акимата Алматинской области в рамках программы Рухани Жангару. Студенты из Казахстана, Индии, Китая и Узбекистана соревновались в навыках управлять колесницами в горной местности. Как проходили соревнования и кто стал обладателем главного кубка, расскажет Айгуль Мухаммедова. Скорость, точность и командный дух – основные составляющие успеха в этих состязаниях. ЖТСУ Арбаба и Гесе впервые собрал у студентов из разных стран. Это соревнование в горной местности на старинном и уникальном виде национального транспортного средства – двухколесной арбе. Место выбрано не случайно. Когда-то здесь располагалась знаменитая Каркаринская ярмарка. И по ней проходил Великий Шелковый путь. На этом петроглифе наши предки еще 4000 лет назад придумали это транспортное средство. Вот это гениальное инженерное изобретение, арба, стало в первую очередь основой боевой мощи казахских конных армий. Это все наше культурное наследие, это наш вклад в культуру и историю человечества. На протяжении девяти дней участники соревнований из Китая, Индии, Узбекистана и Казахстана – все они студенты вузов Алматинской области – окунулись в культуру кочевников. Жили в юртах, готовили блюда тюркской кухни, учились управлять арбой и участвовали в однокультурных конкурсах. Эти соревнования подарили нам возможность стать ближе к кочевой культуре. Мы впервые поднимались так высоко в горы, управляли лошадьми. Для нас это было чуждо, поэтому опыт очень полезный и интересный. А еще мы здесь обрели новых друзей из разных стран. Жюри оценивало ребят не только по физической подготовке и ловкости, а также то, как они работали в команде. Обладателями главного кубка и денежного приза стали студенты из Казахстана. Все собравшиеся в нашей команде ребята выросли в ауле, поэтому управлять лошадью и арбой было несложно. Да и климат горный для нас привычный. Думаю, это и помогло нам одержать победу. Организаторы уверены, что ЖТСУ Арбабайгесе станет доброй традицией и уже в следующем году соберет студентов из новых стран. Айгуль Мухамбетова, Айден Калуов. Главные новости.